А в Соединенных Штатах не только подняли сине-желтое знамя, но и установили рекорд. Какой именно, расскажет Дмитрий Анопченко. Он был в посольстве Украины в Вашингтоне. Цветы и вышиванки в Вашингтоне под звуки гимна поднимают государственный флаг Украины. Он развивается над знаменитым зданием. Именно здесь Джордж Вашингтон достиг соглашения об основании американской столицы. Уговорив землевладельцев передать свои территории для создания столичного округа Колумбия. Американцы, которые фанатично относятся к своей истории, ни за что бы не отдали уникальное сооружение. Но историки выяснили этот факт слишком поздно, когда дом уже стал территорией Украины. Его фасад сегодня тоже в сине-желтых тонах. На нем вывесили самый большой в Вашингтоне украинский флаг 4 на 6 метров. Чтобы точно не спутать, чье здесь посольство и у кого сегодня праздник. Впрочем, продлится он недолго. Работающим в Вашингтоне дипломатом не до выходных, даже несмотря на предстоящий день независимости. Здесь сейчас согласовывают последние детали завтрашнего визита в Киев министра обороны США. А еще готовят визит министра энергетики Соединенных Штатов. Главной темой которого станут поставки американских энергоносителей в Украину. Так что свет в окнах исторического здания в Джоштауне, украшенного сегодня флагом, в эти дни будет гореть до самой ночи. А когда стемнеет, здание украсит сине-желтой подсветкой. Чтобы сделать это, пришлось несколько месяцев воевать с городскими властями. И лишь учитывая нынешний уровень отношений между США и Украиной, разрешение все-таки выдали. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.